как часто вам говорят что женщина кузнец это невозможно кузнецы плохо слышу знаете я вообще такого не слышу наверное мне говорили что то я такое могу могу предположить но я считаю что мой герон я не считаю так оно и есть мое гендерное несоответствие мое самое главное преимущество профессии она училась в педагогическом на преподавателя черчения и рисования но поняла что ее темперамент все же просит огня перешла в академию искусств где почувствовала себя в своей стихии долго занималась коммерческой ковкой когда превращала железо в украшения для интерьеров а 10 лет назад нашлись люди которые напомнили что в душе она художник так приручившая железо хрупкая девушка мария стала создавать из него все перчатки должны быть нормальные у меня тут вот если без перчаток из таких делать приходишь хватаешь в кузню вечницу подряд это свеженькие хоп-хоп ожог хоп-хоп что-нибудь уронил ногтя нет уже не помню когда у меня было 20 ногтей в руках не бывает у кузнеца нотердам она называется где сейчас живет горбон где-то было как раз накануне этого трагического события когда сгорел интердам я видела его еще во всей красе и когда я видела в новостях как он горит смеет очень впечатлило конечно же подумала где же теперь вылежите кузне надо сделать работу жизнеутверждающую интердама в лесах она тонкая и прочная она твердая мягкая но хрупкая и очень выносливая и все вот это вот позволяет делать невероятные вещи я думаю что я я знаю железе много но я надеюсь что еще впереди у меня она мне еще будет раскрываться раскрываться конечно гордиться самым масштабным проектом который два года с большой командой создавали для минского метрополитена это ее металлические вытянутки буквально поряд над станцией ковальская слобода я брала из викторианского логинского вокзала как-то мне показалось что викторианский вокзал это прям то что то что немножечко должно быть нашим метро только с белорусскими меценантками создает важные элементы для храмов особенные воспоминания о работе над воротами посольства ватикана в минске а в этом году когда во всем мире так много стало казаться невозможным искры ударов ее молота долетели до пустыни невады маша горят ну вот это же твое железо бернин мэн это прям твоя тема давай я на каком-то хайпе просто подала заявку на конкурс и мне пришел ответ буквально через четыре дня до прекрасная работа приезжайте обязательно привозите мы вам всем поможем а бернин мэн это фестиваль проходящий в пустыне то есть пустыня план это называется black rock city это пла это совершенно плоское место вокруг гряда гор очень красивых и там совершенно ничего нет вот она просто вот плоской там нет ни инфраструктуры нет электричества нет ничего и 70 тысяч человек приезжает туда каждый год для того чтобы построить там город и провести время мне туда нужно было как художнику называлась моя работа поцеловать себя в зеркало можно только в губы она отзывалась и устанавливать кивал да правда будешь поцеловать себя вверх только в губы не получится поцеловать там щелчку или плечико или воли залить только в губы это принятие себя все очень просто так подкупает это так важно и нужно не очень очень искренне и очень очень эмоционально реагирует это твой кусок искусства да это мой как прекрасно когда из беларуси ты поделилась спасибо что поделилась с нами искусство в беларусь и вот это вот так вот это все иначе у нас ну у нас лучшем случае подра не в лучшем случае нас поздравляю о выставлены поздравляю спасибо а там вся вот эта вот эмоциональная реакция и она такая личная и и так и и так много и это очень после головокружительной поездки за мечтой в качестве артефакта остались лишь сапоги которые утопали в песках промокшей пустыни стены ее мастерской увешаны дипломами но глаза художника горят от желания что-то еще сделать для себя и для нас с вами ведь даже кусочек казалось бы бездушного металла в руках человека мечтающего о большем может заговорить счастье кстати в творчестве возле меня это наверное недостижимое но по крайней мере с моей с моим пониманием счастье счастье это когда очень-очень хорошо моменте ничего не нужно вот для меня так тоже все очень просто а в творчестве мне всегда очень нужно много да конечно очень очень хорошо когда ты там стоишь перед своей работой вот получилось но нужно вот это вот это еще вот это и потом еще вот так вот сразу очень много становится нужно а счастье в таких маленьких моментах маминых глазах папиной улыбки в родных лицах в мониторе которые там за 7000 километров собаки в парке упал в листьях вот вот такое маленькое а в творчестве счастье я это делаю для себя для того чтобы получить до получить энергию получить обратную связь получить эмоции всегда не положите мне конечно отрицательно я тоже реагирую и я считаю что это необходимая часть на все творческого процесса так все просто у меня для себя